всем привет это к фу лайф на телеканале универ тв и сегодня у нас в гостях институт вычислительной математики а его представители я сейчас представлю это директор института чехрин дмитрий евгеньевич здравствуйте здравствуйте и первый заместитель директора егорчев антон александрович всем здравствуйте в студии ведущий лев диденко и так начинаем в ходе нашего прямого эфира вы узнаете подробнее об институте о приемной кампании в этом году а также об особенностях обучения итак предлагаю начать первый вопрос дмитрий евгеньевич к вам вкратце расскажите об институте учислительной математики а также чем он отличается среди других айти факультетов в казани прям именно конкретно в казани можно в россии чем больше замечательно и суд вычислительной математики информационных технологий это эти факультет готовит он эти специалистов ну как бы это очевидно но у нас есть очень серьезная специфика которая в чем выражается дело в том то что и в мид такого но за название института а вырос из факультета вычислительной математики и кибернетики кибернетика это наука о построении вычислительных машин поэтому мы выпускаем не только эти специалисты но по которым у нас очень хорошие позиции недавно только от пришел от последнего трейтинг вот по рейтингованию как раз вот российских вузов по различным предметным областям в области айти мы в россии сейчас девятые ну то есть в общем то за исключением москве москвы и питер мы конечно имеем лидирующие позиции да но мы готовим не только айтишников на своих направлениях на своих направлениях мы готовим специалистов по аппаратно-программным комплексом то есть по всем системам на которых крутится различное программное обеспечение то есть мы готовим не только программистов которые там пишут в приложении мобильное приложение там какие-то приложения на вашего компьютера да но мы готовим также специалистов которые разрабатывают программное обеспечение и сами аппаратно-программные комплексы которые управляют промышленными установками которые которые обрабатывают тяжелые данные, которые составляют то, что сейчас понимается под понятием интернет-вещей, то есть практически все устройства, которые вы держите в руках, либо которые находятся у вас дома, вообще вас окружают. То есть мы выпускаем и программистов, и тех людей, которые проектируют вот эти системы и занимаются программированием, которые сейчас находятся в таком секторе, именно очень резко востребованном, в секторе практически физической отрасли экономики, которая заставляет все то, что мы видим вокруг, вообще работать. Вот в этом и есть наше отличие от большинства IT-факультетов. Дело в том, что раньше разработкой аппаратно-программных комплексов занимались преимущественно радиотехнические факультеты. И в МК, вот сейчас вот такое понимание, вот в МК, вот в классическом формате, то, что мы занимаемся именно тем, что нас окружает, мы и представляем. Еще у нас существенное отличие, то, что мы считаем, что программиста не может быть без хорошего знания математики. У меня у самого, например, квалификация математик-программист. То есть, как бы, если вы хотите, не зная математики, изучать программирование, это точно не к нам. То есть, иными словами, ребята, которые закончат ваш факультет, они будут не просто с админами где-нибудь сидеть и восстанавливать сервер, если он упадет, а именно будут востребованы специалистами во всех областях. Мы выпускаем разработчиков. Разработчиков. Именно разработчиков. Не только софта, но и железо, и софта на железе, на любом. В том числе на самых экзотических архитектурах. И про математику это самое главное. То есть, математику, это математика, математика, математика. Нет, математика это не математика, 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 нет. Это имеет в виду, что настоящий программист не может быть без понимания математики. Это не означает, что его будут глубоко грузить, там математика на всех курсах нет. Но мы считаем, что нет программиста, который не знал бы математику. Это не программист, это кодер. Это разные вещи. Кодеров мы не готовим. Тогда такой вопрос. А все-таки на какие предметы идет упор больше во время обучения на юмид? Ну, здесь мы можем перейти тогда к концепции нашего обучения. Это тогда следующий вопрос. Будет очень интересно. Хорошо. Смотрите. Вопрос, какие предметы делают с упором, вообще не корректен. Он абсолютно не корректен. У нас принята парадигма образования, но она не только у нас принята, она принята во всем мире, у передовых вузов, который называется STEM. STEM — это четыре буквы, которые означают очень-очень важные вещи. S — это Science. Science — это фундаментальные предметы, которые лежат в основе предметной дисциплины. То есть, например, в основе программирования лежат такие вещи, как непосредственно теория алгоритмов, дискретная математика, теория игр, все остальное. То есть, без теории человек не может быть специалистом высокого класса. T — это Technology. На каких конкретно инструментах вы работаете? То есть, здесь изучаются фреймворки, на которых вы должны работать, IDE, средства разработки, различные инструментарии, непосредственно сами вот эти аппаратные платформы. То есть, то, на чем вы разрабатываете, современный срез этого, то есть, учиться разрабатывать на устаревшей IDE, ну, смысла имеет достаточно мало. И Engineering — это проектная деятельность. Необходимо заметить, что наш институт, он вообще, в принципе, отвечает в Казанском федеральном университете за проектную деятельность всего, что связано с IT, и не только связано с IT, вообще с любыми вещами, которые выливаются, что называется, в так называемую цифровую экономику. То есть, это вообще любые абсолютно приборы, любой софт, и это проекты, которые направлены на то, чтобы этот софт, эти сайты, эти приборы, вообще все это создать. То есть, у нас студенты с низкой успеваемостью, они выполняют лабораторные практически курсовые работы. Студенты с высокой успеваемостью уже с второго курса идут в промышленную лабораторию, где они работают по конкретным проектам. Поэтому, если вы учитесь хорошо, то там вы будете сразу учиться, сразу будете, собственно говоря, работать в проектах. Если вы учитесь плохо, ну, что ж поделать, проблема, что называется, ваша. Мы работаем всегда, то есть, вот наша концепция, мы работаем только с теми, кто учиться хочет. И, наконец, M, это то, о чем я говорю, это Mathematics, то есть, в общем-то, логика создания вообще концепции STEM является в том, что математика царица всех наук. Да, мы тоже так считаем. Поэтому, в общем-то, в наших образовательных программах приблизительно по 25% соответствует фундаментальным дисциплинам выбранного направления, текущим фреймворкам, средам разработки, в чем вы работаете, 25% в проектной деятельности и 25% в математике. Как-то так. В советском образовании что-то было подобное? Нет. В советском образовании практически никогда не было проектной деятельности. Вот, во время обучения в советских вузах, во время обучения вы проектами не занимались. Именно оттуда и взялась фраза, молодец, вы закончили вуз, а теперь вас надо переучивать. Нет. Специалисты, которых мы воспитываем, они начинают уже с второго курса работать над проектами. Это не их надо переучивать, а они, придя на любое предприятие, смогут кого угодно сами, если захотят, переучить. Тогда для уточнения, вы так разграничили, низкая успеваемость и хорошая успеваемость. Да, конечно. Низкая, это вот какой балл, сколько баллов и какие отметки? Ну, четверка и выше. По профильным дисциплинам. То есть, как бы, знание русского языка, физической культуры и прочей феологии, оно, конечно, приветствуется. Это всегда хорошо. Кругозор – это всегда замечательно. Но меня оценки по этим предметам вообще не интересуют. Я имею в виду оценки по тем предметам, которые входят в концептус темп. Если у человека оценка 4 или выше, это наш клиент. Если 4 или ниже, ну, как бы, ну, учитесь и учитесь. Слава богу, дай бог вам закончится. Что ж, спасибо за такой развернутый ответ. Давайте теперь поговорим о программе «Приоритет 2030». Давайте. Известно то, что институт его успешно защитил. А вот какие изменения в институте произошли вот в рамках этой программы? Ну, не институт защитил, а университет защитил. То есть, если быть еще более точным, есть действительно такая программа «Приоритет 2030». Это 10-летняя программа развития крупных федеральных вузов. То есть, не именно где слово есть «федеральное», а именно тех вузов, которые мы назначимы на федеральном уровне. Их больше сотни. Есть два трека программы «Приоритет 2030». Исследовательский, и отраслевой. Исследовательский трек – это там, где занимаются научными исследовательными разработками преимущественно. Отраслевой – там, где преимущественно работают по проектам из индустрии. Мы заняли первое место в отраслевом треке. Это, на самом деле, очень круто. Ну, первое. В том числе, среди всех питерских, московских, всех. В рамках программы «Приоритет 2030» у нас выделено пять направлений. Я возглавляю одну из них, которая касается разработки, цитирую, информационных технологий, искусственного интеллекта и киберфизических систем. Киберфизические системы – это все, на чем крутится софт. Как-то так. То есть, ну и, собственно говоря, каким образом непосредственно «Приоритет 2030» изменил наш институт? Ну, как бы, все наши кафедры, все наши образовательные направления, все наши научно-исследовательные разработки, все наши проекты, наконец, они все отвечают и уважаются в рамках стратегии «Приоритет 2030» в ее направлении развития. А ее направление развития у нас – это современные информационные технологии. Это все, начиная от создания, опять же, собственных фреймворков и работы по системам машинного зрения. Это технологии искусственного интеллекта, развитие технологии искусственного интеллекта. Ну, здесь мы, наверное, еще об этом поговорим. Это, прежде всего, вопросы построения робототехнических систем различного рода. И это развитие как раз аппаратно-программных комплексов различного назначения, о чем я тоже сказал. Но последнее, что здесь можно выделить, это, в общем-то, система дополненной виртуальной расширенной реальности, ну, которая так или иначе постепенно входит в нашу жизнь, ну, и является такой вот трендовой вещью. Вот, по этому направлению у нас, причем вот в партнерстве с нашим вторым IT-факультетом, точно так же и существует существенная динамика. Ну, как бы, это очень сильно отличается от того, чем занималось и в МИИ, и наше IT-направление раньше. Потому что раньше, например, вопросы, скажем так, вот, у нас практически вот проектной деятельности, они не были, мягко говоря, настолько встроены в деятельность институтов, и больше рассматривались вокруг так называемых учебных программ. А сейчас, в общем-то, ну, мы концентрируемся вокруг вот именно проектной деятельности по тем направлениям, которые я упомянул. Ну, то есть и в МИД сейчас это уже совершенно не то, что было и в МИД 2-3 года назад, если простыми словами. Но дело в том, то что, как вам сказать, нет, конечно же, то же самое. Но он очень сильно обновлен, вот, и дополнен специалистами, именно инженерами. То есть за два года нам удалось полностью перестроить программу буквавриата. Это, в общем-то, привело к тому, что в прошлом году мы стали первыми по приему в Казанском федеральном университете. На 250 бюджетных мест у нас было 11 тысяч заявлений. Это очень много. Это больше 40 человек на место. Но, тем не менее, мы продолжаем меняться дальше. Сейчас мы, в частности, начинаем перестраивать нашу программу магистратуры. В частности, в этом году мы вводим, уже сейчас будет производиться набор, очень интересную программу магистратуры, которая называется «Специальная робототехника, искусственный интеллект и инфокоммуникационные технологии». Эту программу магистратуры непосредственно я веду. И мы постараемся сделать ее одной из таких наиболее передовых магистратур области искусственного интеллекта и робототехники в Российской Федерации. Я думаю, про робототехнику мы говорим чуть позже. А сейчас очень важный вопрос касательно приемной кампании, которая начинается уже буквально через месяц, чуть больше. Антон Александрович, вот сказали, что в прошлом году было 250 с лишним человек на место. Вот какой прогноз… Не 5 человек на место. 40 человек на место. Да, 40 человек на место. Прошу прощения. Вот какой прогноз в этом году планируется? В этом году, я думаю, будет ничуть не меньше. То есть, и в МИД у него всегда была высокая востребованность. И да, действительно, в прошлом году это был… Мы были первые. И думаю, в этом году мы такую планку сохраним. Потому что желающих очень-очень много. То есть, хочется обратиться к абитуриентам, что у нас достаточно высокий проходной балл. То есть, опять же, четверка-пятерка. Но здесь вот при поступлении нужно смотреть по баллам. Тут действительно нужны только пятерки. Меня только откомментируешь все-таки среди первых. Потому что у нас разрыв с другими факультетами был на уровне буквально нескольких десятков мест. Поэтому скажем, среди первых мы будем точно, да. Это замечательно. Что ж, тогда такой вопрос. А какие минимальные баллы для поступления в этом году? Есть два понятия минимальных баллов. Когда абитуриенты заходят на сайт, у них очевидный вопрос. Есть минимальный балл для подачи документов, для права подачи документов, а есть минимальный проходной балл. Вот минимальный балл для подачи документов, он варьируется за каждый экзамен 40-50. На это не нужно смотреть. То есть, это опять обращение ко всем абитуриентам. Это просто дает вам право подать документы. Это не означает то, что вы уже прошли. Минимальный проходной балл у нас по разным направлениям, он различный. Но судя по опыту прошлого года, то есть, например, на бизнес-информатику, он изначально варьировался от 290, затем от 280. Минимальное, что нужно рассматривать, это, наверное, 260 баллов суммарно. 260 баллов? Это не факт, да. То есть, в последние дни будет решаться, какая планка будет устанавливаться. Это бюджет. Это в конце августа уже последние дни? Нет, в последние дни прием документов начинается с 20 июня по 25 июля. То есть, в этот момент все определяется, подаются документы. То есть, 25 июля – это последний день подачи документов. До него тянуть никогда не нужно, потому что процедура такая, что если документы отправлены, это не означает, что они приняты. Необходимо дождаться приема документов. Прием документов осуществляется в этом году в полуавтоматическом режиме. То есть, часть информации, например, ГЕГЭ подгружается автоматически, а часть информации проверяют операторы. И если подгружать в последний день, естественно, оператор может не успеть проверить. То есть, это нужно учитывать. Дмитрий Генчев, вы хотели что-то добавить? Я хотел добавить, что у нас бюджетных мест порядка 250. Контрактных мест у нас тоже порядка 250. На контракт мы будем рады видеть у нас тех, кто набрал, ну, скажем так, от 210 баллов где-то. Но если у вас баллов меньше, чем 210, вы просто у нас учиться не сможете. Но необходимо сказать, у нас в этом году все еще сохранились очень лояльные условия поступления на контракт. Во-первых, ну, скажем так, в связи с текущими событиями было принято решение заморозить стоимость обучения. А стоимость обучения у нас сохранилась еще фактически в двухлетней давности. То есть, она сейчас, к моему сожалению, не выдерживает никакой критики. Для битериентов это очень хорошо. То есть, стоимость обучения у нас сейчас чрезвычайно низка. Это последний год, когда так будет. То есть, уже со следующего года мы планируем ее увеличить приблизительно в два раза. И второе, у нас есть ряд партнерских программ, которые позволяют, ну, действительно, студентам, которых мы хотим видеть, учиться на протяжении бакалавриата, магистратуры, аспирантуру. Ну, на очень льготных основаниях, ну, задавайте вопросы вот на колл-центр, спрашивайте, вот об этом мы сможем рассказать. Колл-центр и в МИД. Да, конечно. Да, у нас обязательно будет где-нибудь здесь номер колл-центра, по которому можно позвонить, задать вопросы. Что ж, Антон Александрович, а какие-нибудь изменения в приемке в этом году произошли? То есть, вот в прошлом году были сильные изменения по приемной кампании, что любой человек мог, ну, имеется в виду в холле в Дойке, любой человек мог принять документы на любое направление. А в этом году что-нибудь подобное ожидается? Да, в этом году изменения предыдущего года отчасти сохраняются. То есть, необходимо электронно подать документы, необходимо подойти, подать оригиналы. То есть, на то направление, куда вы собираетесь поступать. То есть, это по адресу Кремлевская, 35, подходите в холл главного здания. Можно подойти к любому свободному оператору. Если вы видите, что свободный оператор – это ваш институт, желательно подойти к нему. Вообще, то есть, принять может, соответственно, любой свободный оператор. Операторов очень много, то есть, весь холл, соответственно, будет в сотрудниках, которые помогут, сопроводят, подскажут. То есть, если что-то не получается, заполните, вместе заполните. Все направят. Компьютерные классы есть, подготовлены. В этом году какие изменения еще есть? Электронная система в этом году модифицирована. И, как я сказал, часть информации, она проверяется в автоматическом режиме. То есть, уже на этапе заполнения в системе высвечиваются, соответственно, обозначаются зеленым те пункты, которые уже одобрены, которые правильно, соответственно, отправлены. То есть, например, одни из ошибок, что чаще всего операторы возвращают обратно, это сканы документов. То есть, пожалуйста, аккуратно прикладывайте сканы, то есть, именно сканы, не фотографии. Потому что, с юридической точки зрения, необходимо приложить четко сканированные документы. Ну, то есть, все равно финальное решение по проверке документов принимает человек и уже потом говорит, либо забракованно, либо не забракованно. Да. Хорошо, тогда вот такой вопрос пришел из интернета. Иностранным студентам как вообще учиться сложно, нет? И на каком языке преподаются некоторые дисциплины? А что иметь в виду под иностранными студентами? Я не знаю. Иностранцы бывают... Я не знаю. Ну, хорошо, я скажу так. Ну, давайте предположим, ближние зарубежья. Русскоязычным студентам учиться, ну, как, ну, точно так же, как русским. А для англоязычных студентов, такие у нас тоже есть, из различных стран, организуются дополнительные курсы подготовки, подготовки по изучению русского языка. И ряд предметов им читается дополнительно на английском языке. То есть, в общем-то, мы чрезвычайно дружелюбны по отношению к студентам, которые общаются на английском языке. У нас сформирован специальный штат преподавателей, которые ключевые моменты на английском языке им повторяют. Ну, конечно, вы все-таки прибываете в Россию, учите русский язык. Ну, и, наверное, в любом все равно разработчику, атишнику необходимо знать английский язык. Ну, знать английский язык на том уровне, которому нужно знать разработчику, это технически английский письменный. И знать английский язык устный, это две совсем разные вещи. Поэтому английскому языку письменному, которому нужно знать разработчику, вы так или иначе в любом случае выучите за период обучения. Приезжая в Казанский федеральный университет, мы, опять же, мы дружелюбно относимся к англоязычным гражданам. Но, пожалуйста, у нас есть подготовительный факультет специальный. У нас, опять же, есть дополнительные курсы подготовки на русский язык. Учите русский язык. Что ж, тогда давайте теперь поговорим все-таки уже о самом поступлении бакалавриат. Бакалавриат понятно. Вот магистратура. Спрашивают, зачем вообще нужна магистратура в IT? Сейчас я дополню. Грубо говоря, за три года ты уже начинаешь уметь все, что можешь уметь, и идешь работать где-нибудь в это. Конечно, это очень странная точка зрения. Вернее, никак. Она очень сильно зависит от парадигмы образования. У нас, например, есть партнерский факультет ИТИС. Институт информационных технологий и информационных систем. У них вся образовательная методика сосредоточена на том, чтобы необходимые знания студенту, который потом пойдет мидлом куда-то в компанию, дать за три года. И все. Но мы выпускаем не специалистов уровня мидл. На уровне Бакалавриата, да. Но мы сосредоточены на том, чтобы готовить по нашим магистратурам именно сеньоров, тимлидов, системных архитекторов и старших разработчиков. У нас подход другой. За три года вы сможете быть подготовлены как кадр среднего звена. А за шесть лет в магистратуре, как старшего. К тому же, например, по той магистратуре, которую мы сейчас открыли по специальной робототехнике, мы сейчас идем на очень интересный эксперимент. То, что на протяжении магистратуры, если вы поступаете в магистратуру по специальной робототехнике, вы действительно хотите там учиться. У вас есть возможность одновременно с этим работать в нашей проектной команде. И параллельно с обучением с магистратурой и работой в нашей проектной команде, там будут просто зачитаны определенные дисциплины, определенные модули за вашу проектную деятельность. Вы будете одновременно писать вашу диссертацию, не магистрскую, кандидатскую. И через год после окончания магистратуры вы уже сможете защитить кандидатскую. Извините, скажем так, чтобы за три года после бакалавриата вы уже стали кандидатом наук. Это очень круто, такого никто не предлагает. А специалисты, у кого написано PhD или кандидат наук, называйте как угодно. Конечно, специалисты высшего уровня квалификации, конечно, они имеют совершенно другие зарплаты, совершенно другие должности, обладают совершенно другими возможностями, чем просто, которые закончили, например, бакалавриат. Вот, это очень большая разница. Мы сосредоточены на образовании минимум шестилетнее, потому что мы считаем, что до этого мы выпускаем, ну как, ну середнячков. Мы не любим работать с середнячками. Мы любим работать с теми людьми, которые хотят в индустрии быть серьезными, значащими людьми. Ну, собственно говоря, о каких середнячках может идти речь, если у нас конкурс 40 человек на место? Вот, это ответ. Ну, то есть, это такими... Но это не значит, что... То есть, у нас все студенты начинают работать уже со второго, с третьего курса. Это нормально, мы это приветствуем. Либо у нас, либо у наших индустриальных партнеров. То есть, это не значит, что вы 6 лет будете сидеть без денег, ни в коем случае. Как раз у нас на факультете, в институте, прошу прощения, со второго, с третьего курса вы уже как раз начнете работать. Просто ваша карьера образовательная, ваши знания и навыки, они будут поучаться вами одновременно с вашей работой. И это нормально. То есть, это как раз наилучший путь. А нет ли проблем с умещением учебы и работы? Ну, у кого-то есть. Я, например, не понимаю, что это проблема. Как бы, ну, как бы, как вам это сказать? Вот, ни у одного человека, скажем так, который являлся успешным выпускником нашего факультета, таких проблем не было. Есть, знаете, проблемы у некоторых людей и понимание материала средней школы. Вообще, существует много проблем, опять же. Но, опять же, если человек, например, работает у нашего индустриального партнера, да, на полставки, ради бога. У нас достаточно гибкий учебный график, у нас все материалы доступны онлайн. Всегда можно, опять же, за честь вот практическую деятельность лабораторную, за ту деятельность, которая действительно ведется на предприятии, либо у нас, опять же, да. То есть, если человек хочет, у него проблем нет никаких. И если он не хочет, у него всегда есть масса отговорок. То есть, главное желание, желание. Главное желание, да. Но если вы к нам прошли каким-то образом, значит, вы точно на это способны. Ну, как завещал дедушка Ленин, учиться, учиться и учиться. То есть, у нас самым серьезным барьером является именно поступить к нам. Либо на контракт, либо на бюджет, контракт тоже места ограничены. Но если вы к нам поступили, значит, если вы хотите, вы точно сможете у нас учиться. Что ж, раз уж второй раз мы затворили тему робототехники, тогда прошу вас рассказать поподробнее об этом направлении. Ну, про робототехники-то все очень просто. Дело в том, что практически вся беспилотная техника, которая показывалась на телеэкранах Российской Федерации с 2016 года, ну, кроме разве что транспорта Яндекса и некоторых модификаций беспилотных комбайнов, является потом творчество коллективов под руководством нас с Антоном Александровичем. Потому что на протяжении значительного времени мы одновременно руководили очень значительным коллективом страны Казанского Федерального Университета и ПАО КАМАЗ, ну, это крупнейшего нашего автопроизводителя, а также выступали ведущими экспертами у других компаний, которые так или иначе разрабатывали беспилотную технику. Ну, что здесь хочется сказать? У нас лидирующий объем интеллектуальной собственности по этому направлению, по той же самой магистратуре, которая сейчас скрывается по специальной робототехнике. Туда уложены как раз все наши, что называется, последние знания. Ну и, конечно, ну, скажем так, как строить беспилотники, причем не только автомобили, но и наводный транспорт, и воздушного базирования, железнодорожного, мы, конечно, в России знаем, если и не лучше всех, то точно не хуже, чем остальные. А аналоги по России есть подобные программы? Ну, что значит аналоги? Я только что сказал, что практически у всех группы внедрения в Российскую Федерацию мы выступали либо как эксперты, либо как разработчики. Ну, что значит аналоги? Практически все, что увидите, опять же, кроме Яндекса и Когнитив, это наше решение. Ну, можно сказать, да, аналоги есть. То есть мы порядка двух десятков различных вариаций беспилотной техники только за последние, сколько-то, 7 лет изготовили. А робототехникой мы занимаемся гораздо раньше, то есть мы занимаемся уже порядка 15 лет, самым разнообразным. Ну, это вот совсем новая программа, которая только в этом году запускается. Да, совсем новая. Но она в этом году, у нее открыт прием. Да. На следующий год имеется. Но в магистратуру в нашу можно поступить и из другого вуза. Главное, чтобы у вас был, конечно, все-таки естественно научный бэкграунд. С гуманитарным бэкграундом вы ничего не сделаете. А там баллы и сложно ли там учиться на подобной программе? Желание нужно иметь, опять же. Если будет желание, все, мы быстро научитесь достаточно. То есть, например, допустим, один из как раз моих студентов, моих аспирантов, он пришел к нам из КАИ, до этого закончил программу двойных дипломов ГРИНД, не буду называть его фамилией, но вы сами найдете. Он, например, недавно вошел в перечень топ-30 Forbes, under-30. То есть, это очень круто. Но он специализируется на инвесторной технике. За два года он как раз получил все сведения, учился в другом вузе. То есть, по приблизительно аналогичной программе, которую мы сейчас даем в рамках этой магистратуры. То есть, как бы это такой хороший путь. Да, несомненно, это очень важно, с учетом того, что у нас последним указом президента России, айтишники сейчас, все, кто учатся, все, кто работает в АТИ, это у них очень хороший старт после учебы и начала карьеры. Что ж, Антон Александрович, мы неоднократно уже затрагивали такой вопрос, что студенты учатся и работают на площадках ВМИД. Центр цифровых трансформаций, как он видоизменился, вообще изменился с учетом приоритета 20-30? Такой это вопрос. Ну, до этого здесь у нас Центр цифровых трансформаций, в принципе, не упоминался. Поэтому вопрос о том, как он изменился, надо, наверное, в общем сказать, что это такое. То есть, это самостоятельно существующее подразделение. Естественно, к ВМИД оно имеет отношение. На этой площадке сотрудники, научные сотрудники, инженеры, множество опытных программистов, именно сеньоров, ведущих программистов, вместе с студентами, аспирантами, магистрами осуществляют разработки в реальном секторе. То есть, на этих площадках привлекаются реальные заказы, либо какие-то внутренние заказы. И, соответственно, там ведется именно практическая деятельность. Вот. Все студенты, кто вот у нас учится, опять же, со второго, с третьего курса, в зависимости от успеваемости, могут прийти и работать уже над реальными проектами, которые существуют. То есть, уже получают квалификацию и не просто сами занимаются там, а под руководством, соответственно, именно опытных программистов, опытных специалистов, которые ничем не уступают остальным предприятиям. То есть, человек с любого курса может прийти и сказать, я хочу у вас работать в Центре цифровых трансформаций. Абсолютно верно. Он может поступить на стажировку, а если у него уже достаточно опыт, может, соответственно, уже сразу работать. То есть, у нас есть такое понятие, как студенческое конструкторское бюро в рамках, соответственно, и МИД, и ЦЦТ, куда, соответственно, поступают студенты и обучаются, и работают. Работа, которую они там выполняют, здесь, опять же, по совмещению с учебой, естественно, она перекликается с их лабораторными работами, с их практикой. То есть, они и работают, и выполняют практику, что им, соответственно, засчитывается уже в учебе. Да, это замечательно. Там же они пишут дипломные работы, курсовые работы. Это намного лучше, чем быть доставщиком МИДы во время студенчества. А все-таки, вот как он изменился? Есть ли какие-нибудь изменения с прошлого года? Ну, собственно говоря, как раньше и упоминалось, сейчас по-прежнему также и в МИД, ЦЦТ в рамках приоритета проекты, направленные на, соответственно, стратегическое развитие. В основном сейчас это направлено на систему искусственного интеллекта, на робототехнику проекта. Вы являетесь его руководителем? Я являюсь руководителем научно-исследовательского центра робототехника «Искусственный интеллект», которая тоже работает в рамках Центра Строфтрансформации. Все, спасибо за такой вопрос. За ответ, вернее. Вот еще спрашивают, какие возможности, помимо учебы, есть у студента? Ну, это, наверное, имеется в виду какие-нибудь кружки, какие-то направления спортивные. Вот какие возможности, помимо учебы, есть? Да, на ИВМИД всегда хорошо были развиты и другие направления, помимо учебы, чтобы хорошо учиться, нужно и хорошо отдыхать. То есть, помимо того, что у нас есть студвезд на различные мероприятия, где студенты могут проявить себя как-то творческую свою активность, также есть и различные, скажем так, научные кружки. У нас с прошлого года открылся и функционирует Центр Карпова, где студенты могут заниматься, играть в такие игры, как шахматы, шашки, гу. У нас там профессиональные преподаватели, у нас чемпионы России ведут занятия по гу. Ну, кроме этого, спорт, вот у нас есть все. То есть, и спортивные направления студенты этим могут заниматься, могут на сцену идти, петь, танцевать, что-то организовывать. То есть, направление активного отдыха у нас вполне развито, как с такой культурной точки зрения, по активному отдыху, так и, соответственно, по отдыху интеллектуальному. То есть, нет такого, что сидишь за компом целыми днями, комп, 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 поспал на учебу, комп, комп, комп. Такие студенты тоже есть. Есть. Это их собственное желание, когда они сами отдыхают, соответственно, за компьютером. Что касается общежитий, все ли первокурсники селятся в общежитие? В этом году для большинства первокурсников будут обеспечены общежития, могу так сказать. Для большинства? Для большинства. Это по-прежнему деревни Универсиады и студгородок? Да, все верно. У нас отличные площади в деревне Универсиады. Там у нас есть и двух, и трехместные, то есть, максимум ограничивается четырехместными. Там современный ремонт не отличается от хороших отелей сейчас. То есть, свои отдельные санузлы есть, свои кухни. То есть, условия все для... Условия все первоклассные. Для бывших школьников все есть. Как раз попадают студенты с наилучшей успеваемостью. Вот тоже вопрос пришел из интернета. Если у меня есть... Что? Я не буду цитировать дословно, тут ошибки. Если у меня есть зачатки проекта, могу ли я реализовать на ваших площадках? Да, можете. То есть, проблем с этим не будет? Приходите ко мне, либо к Антону Александровичу, мы обсуждаем. Если это действительно заслуживает внимания, то мы окажем всяческую поддержку. А какие вот еще исследования тогда проводятся в институте, помимо беспилотников и робототехники? Ну, вообще очень много. Я могу перечислять очень долго. Начиная от квантовой кибернетики, заканчивая системами машинного зрения, телеуправления, разработкой ERP-систем. Ну, правда, очень много. То есть, практически весь спектр именно современных исследований в области IT у нас покрывается. У нас все-таки порядка 200 только штатных сотрудников. Это много. Ну, то есть, наверное, про это лучше расспрашивать и узнавать. Ну, конкретно, да, чем хотите заниматься, пожалуйста. Но все, что связано сейчас в мировоззрении с IT, начинают бигдата, искусственный интеллект, машинное зрение, беспилотная техника. Это все является нашим направлением исследований. Искусственная обработка языка, блокчейн. Обращайтесь, мы определим вас. Ну, это, опять же говорю, наверное, все-таки это лучше спрашивать на каких-нибудь днях открытых дверей, когда можно лично пообщаться. Да, конечно, разумеется. А когда-нибудь в ближайшее время будет такая возможность? Да, в ближайшее время, 27 мая, начало в 16.00, состоится экскурсия по нашему институту. Да, состоится экскурсия по институту, где по нашим площадкам, соответственно, пройдемся с экскурсией, обо всем расскажем. Ну, за этой информацией нужно следить в вашей группе ВКонтакте, наверняка она у вас есть, и на сайте, я так думаю. Да, конечно. Что ж, такой вопрос. Вот в связи с последними событиями, какое оборудование есть в наличии у института? Потому что... У нас произошло чрезвычайно мощное техническое переоснащение в прошлом году в рамках программы «Приоритет 2030». На сумму нескольких десятков миллионов рублей у нас оборудовано несколько лабораторий высокопроизводительных вычислений, интернет-овещей, радиотелекоммуникационных технологий. Кроме этого, мы являемся партнерами именно с ведущими российскими производителями различного оборудования, начиная от микроконтроллеров, заканчивая схемами аналоговой электроники. Поэтому с оборудованием у нас как раз все очень хорошо, мы очень вовремя успели его купить. В частности, у нас есть свой собственный суперкомпьютер и класс суперкомпьютерного моделирования, и бигдата-анализа, которым, в общем-то, никто в радиусе где-то километров 400-500 особенно похвастаться не может. То есть это именно не такой суперкомпьютер, который надо записываться, включать, а который просто стоит, за него можно сесть и за ним поработать. То есть, опять же, желание подойти ко мне и сказать, я хочу заниматься исследованием... Здесь перед вами есть два ключевых человека, либо к первому, либо к второму из них можно подойти. Если бы точно можно позвонить, написать, потому что мои, например, контакты есть в открытом виде на сайте, пожалуйста. Ну, то есть, с этим проблем не будет, с таким сообщением, с руководством, у студентов с этим проблем не будет. Ну, как бы это вообще изначально была политика того, что мы работаем с теми, кто что-то хочет. Ну, вы должны захотеть, это важно. Ну, то есть, тянуть никто не будет, если человек не хочет. Нет, никто. У нас есть очень много других интересных задач. Более чем лаконичный ответ. Что ж, у нас подходит время к концу. Если у кого-нибудь из вас есть что-нибудь добавить, будем рады услышать. Поступайте к нам, вы не пожалеете. Антон Александрович? Ну, тоже добавлю, я сам заканчивал ВМК. Очень рад, что именно в свое время поступил именно сюда. То есть, текущее название и в МИД. Здесь вы получите достойное образование, с которым сможете построить достойную карьеру. Достойная карьера, да. Вот еще такой вопрос, если мы про карьеру. Не будет ли сложности найти рабочее место? Если у вас хорошая успеваемость, мы обеспечим вам гарантированное трудоустройство. А если это не партнеры института, какие-нибудь другие? Если мы вам даем выбор из наших партнеров, если они вас не устраивают, значит, они вас не устраивают ищите других. Но у нас хорошие партнеры. Начиная от банков, например, условно говоря, не дан, у нас там хакатон Тинькофф проводил, заканчив школу анализ данных Яндекса. И, естественно, куда уж сейчас без этого предприятия оборонно-промышленный комплекс. У нас более 50 партнеров. Уж если никто из них вам не подошел, значит, вы очень привередливы, но тогда уж вопрос не к нам. Да, я понял. Что ж, я думаю, на этом, раз вопросы завершились и больше никто ничего не спрашивает, я думаю, на этом мы будем завершать. Еще раз напоминаю, это был прямой эфир КФУ Live с Институтом вычислительной математики и информационных технологий. В гостях были директор института Чекрин Дмитрий Евгеньевич, а также первый заместитель директора Егор Чефантон Александрович. Что ж, господа, вам большое спасибо за уделенное время, за интересные ответы, действительно. Я думаю, всем, кто нас смотрел, и не только абитуриентам, а вообще всем, было очень интересно. И появилось, наверное, желание прийти к вам хотя бы посмотреть, как оно там все работает. Ну, а на этом я прощаюсь. В студии был Лев Диден, это телеканал Универт ТВ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!